Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «100 лет коммунистическому интернационалу. Уроки и перспективы». Ведет занятие первый секретарь ЦК РКРП Виктор Аркадьевич Тулькин. Пожалуйста. Напоминаю, что вопросы в письменной форме записаны в письменной форме. Всем добрый день. Мы уже не первый раз в той или иной постановке рассматриваем вопрос о истории, опыте. Ну и главное для нас с вами на уроках, да, деятельности Коминтерна. Сегодня снова возвращаемся к этому вопросу. Ну, во-первых, потому что год юбилейный. Значит, в марте месяце в начале исполнилось 100 лет образования третьего ленинского коммунистического интернационала. И поэтому, как в нашем любимом фильме «Чапаев», время от времени мы все равно вспоминаем этот момент и попадаем в эту ситуацию. Помните, мужики Василия Ивановича спрашивали? «Василий Иванович, ты за большевиков, а ли за коммунистов?» Что очень важно, что отвечал, что я за интернационал. Ну, а когда Фурманов уточнял, говорит, Василий Иванович, а ты за какой интернационал? За второй или за третий? Ну, за тот, за который надо, за тот... Да, а все-таки... Который в Ленин. А Ленин в каком? Ну, так и я за третий, да? Вот. Что это было за третий интернационал? Почему он оставил себе такую память? С одной стороны, значит, в умах благодарных людей, в умах коммунистов, по нашей памяти с вами. А с другой стороны, такую лютую ненависть буржуазии, которая до сих пор, нет-нет, да употребляет аргумент, что рука комминтерна, да, чуть ли не сегодня, где-то проявляется, значит, рулит и прочее, прочее. Ну, для того, чтобы нам с вами эти вопросы немного вспомнить, а главное, перекинуть мостик в день сегодняшний и, значит, посоветоваться, что дальше будет и что нам надо делать, коммунистам надо делать, да? Немножко надо вспомнить историю, в том числе предысторию коммунистического интернационала. Значит, важность самого вопроса, вот почему мы это такое значение не даем, значит, националу, так далее, она вытекает из нашего букваря, манифеста коммунистической партии, где было сказано, что капитализм есть сила всемирная, и победить его можно только объединением пролетариата всех стран. И заканчивается манифест лозунгом, который у партийных в партбилетах, да, у беспартийных где-то, значит, в уме, в газетах встречаются, пролетарией всех стран соединять. Вот, так сказать, а дальше встает вопрос, а как соединяться, да, в какой форме, чего делать, как управлять этим процессом, ну, и так далее, и тому подобное. Вопрос, конечно, непростой, и первый интернационал, который в своем учредительном манифесте имел название Международное товарищество рабочих, был создан, значит, самым таким демократичным методом, значит, на митинге. Был митинг в Лондоне, значит, в знак солидарности с рабочими больших, которых там подавляли, репрессировали и прочее. И на этом митинге методом, так сказать, голосования и провозгласили. Значит, было это 155 лет назад. И вообще, оказывается, год этот юбилейный не только столетиям Коминтерна, а 155 лет первого интернационала и 130 лет второго, кстати. Ну, кругом круглые, да. Так вот, значит, первый интернационал, как Международное товарищество рабочих, значит, был создан в 1864 году. И Марксу поручили написать манифест учредительный. И, в принципе, в этом манифесте он повторил все основные положения, значит, нашей азбуки, манифесты Коммунистической партии в этом деле. Значит, интересно, что в первом интернационале с самого начала велась борьба двух известных течений, а именно коммунистов с анархистами. По какому вопросу? Вот, если сейчас, так сказать, спросить, по какому вопросу у нас основные расхождения, скажем, и разброд в левом движении и с так называемыми евролевыми, левоватыми и прочее, прочее, то выясняется, что этот разброд по основному, так сказать, вопросу марксизма об отношении к диктатуре пролетариата. В каком-то, так сказать, ранней форме, но такой же разброд и такие же споры были с анархистами все годы. А именно, о необходимости участия пролетариата в политической борьбе, отсюда вытекают вопросы об отношении к государству. Потому что ломать, крушить, поднять революционную волну в анархисты, они, так сказать, были готовы. А о том, что при этом надо дальше, значит, организовать государство, диктатуру пролетариата, здесь уже, так сказать, позиции расходились. Вот это тоже такое очень интересное наблюдение. Роль первого интернационала, который просуществовал до, дай бог памяти, 1876 года, она, ну, велика как начинателя этого дела, как обозначившегося направления, как высказавшегося по наиболее важным вопросам движения. Ну, например, о необходимости развития организованной рабочей борьбы, профсоюзной борьбы, специальная резолюция о том, что всех объединять в синдикаты, чтобы эту борьбу вести организованной, успешной и прочее. И по более, и по более, в общем, что ли, вопросам. Ну, например, например, на Третьем Конгрессе в 1868 году, после длительных, горячих, острых, наверное, нелегких дебатов, была принята резолюция, что в программном отношении, значит, интернационал и международное сообщество рабочих выступает за то, чтобы не только фабрики, заводы, пароходы, железные дороги и прочие, прочие, значит, активы, основные фонды были обобщественные, но и земля должна находиться в общественной собственности. Это тоже такой вопрос, по которому нелегко находили общие, значит, позиции. Ну, в том числе, вы знаете, интересный вопрос был в истории русской революции, да, во взаимоотношении с СССР. Вот это первый интернационал, который заложен был Марксом и Энгельсом, который выполнил во многом свою вот такую важную роль обозначения направлений борьбы и на смену ему пришел второй интернационал. Второй интернационал называли чаще социалистическим интернационалом, рабочим интернационалом и не надо, так сказать, сразу нам говорить, что значит, это плохое, протунистический там он кончил бесславно, а начинался то он как в том числе Энгельс значит, участвовал и в его создании до самой смерти активно влиял на те процессы, на которые мог в этом деле. Поэтому в 1889 году так был второй интернационал создан и его вклад в развитие рабочего движения в том числе развитие коммунистической мысли он, так сказать, не слабый. Потому что на том этапе до начала Первой мировой войны это был союз компартий это не единая была партия но это была та площадка на которой обменились мнениями и вырабатывалась теория на котором вырабатывались общие позиции которые тогда казалось что они так сказать будут и выполняться общими так сказать усилиями и прочее и прочее и хотя конечно разделение на реформистское течение революционное оно чувствовалось там ну по целому ряду вопросов в том числе значит по значит там отношению к государству и к развитию борьбы и курсу на революцию так уже намечались такие как бы нотки социального соглашательства классового партнерства и прочее прочее но вклад в пропаганду в развитие так сказать теории в понимании необходимости вообще интернациональной общности так сказать они несомненно при этом надо отметить что создался второй интернационал он в период подъема рабочей борьбы надо прямо сказать что уже тогда вот в те годы влияние значит социал-демократических партий значит оно осуществлялось на миллионы на миллионы так сказать рабочих профсоюзных движений ну и так далее и тому подобное конечно мы помним что крах второго интернационала произошел значит с довольно бесславными связанными событиями а именно с гигантской оппортунистической волной которая накрыла общее движение причем надо отметить что вот эти события показали что действительно оппортунизм может быть не просто так сказать уклонами отдельных там партий вождей течений фракций нет он бывает приобретает такие масштабы что ну просто диву даешь и вот тому примером является начало первой мировой войны а немножко перепрыгивая можно сказать что и пример КПСС и сегодняшнего правого уклона который наблюдается в коммунистическом движении это тоже значит подтверждение того что болезнь вот эта заразная она бывает очень широкой почти всеобщей когда бороться уже приходится не с отдельными симптомами а значит самими причинами приходится рвать где-то связи начинать заново ну и так далее так вот второй интернационал на словах в общем-то и во многом занимая правильные позиции о том что назревающая война носит несомненно империалистический несправедливый захватческий характер и что социал-демократы разных стран революционеры должны приложить максимум усилий для того чтобы эту войну не поддерживать да выступать против своих правительств вот это правильная позиция на практике на практике многими партиями и лидерами в том числе лидерами второго интернационала так проверки не выдержало и один за другим один за другим занимали позиции партии в так называемой оборонежской позиции надо защитить родину родину в опасности отечество так сказать требует и вставали на защиту целые конференции проходили социалистов в том числе стран Англии Франции Австрии которые руг Швейцарии которые занимали принимали резолюции на защиту отечества так сказать поддержать правительство и прочее более того некоторые лидеры даже вошли в правительство на различные посты в парламентах голосовали за утверждение военных кредитов и поддержку скачатой линии и лишь немногие если так сказать посмотреть то на сегодняшний день можно сказать что это в первую очередь фракция большевиков которая в государственной думе заняла принципиальную позицию и все 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 были направлены по этапу так сказать в Сибири это значит известные наши немецкие герои и во главе с Карлом Лифнитом так и болгарские тесники все остальные практически и вот в этих условиях да в этих условиях было показано ну что ли еще раз практика что самая лучшая политика это конечно принципиальная политика поэтому значит под руководством Ленина российских социал-демократов была проведена кто историю помнит так называемая Смервальская конференция и было на ней всего дай бог память там 20 небольшим человек так еще Ленин шутил по этому поводу что всех интернационалистов можно так на 4 подводы погрузить по нашим сегодняшним масштабам в один автобус помещались и можно так сказать ехать тем не менее тем не менее вот эта линия о том что ни в коем случае нельзя занимать позиции вот этого социал-оборончества что практически это по отношению к рабочему классу социал-предательства эта линия последующей практикой получила не только подтверждение но и победила значит когда был взят курс на превращение так сказать войны империалистической в войну гражданскую когда в России совершилась сначала буржуазно-демократическая затем социалистическая революция так и вот в этой обстановке значит победы социалистической революции Владимир Ильич ну используя и момент используя авторитет который к тому времени приобрели большевики так значит продолжил эту линию на то чтобы создать новый коммунистический интернационал так при этом в основу был положен идейное единство размежевание решительное и это вообще была одна из причин необходимости создания коммунистического интернационала вот с этой громадной оппортунистической волной которая захликнула ну прежде всего всю западную Европу и поэтому значит были все сторонники вот этой цемервальской группы собраны нас какие-то другие товарищи проведем сначала первый конгресс потом второй учрежден коммунистический интернационал да третий интернационал третий коммунистический интернационал и здесь очень важно отметить что произошло не только идейное размежевание а здесь Владимир лично ставил на том что сегодня речь стоит о том что нужно и организационно решительно размежевываться значит были выработаны условия знаменитые 21 условия приема в коминтерну так главными из этих условий значит является возвращаем сейчас к тем вопросам которые уже обсуждались еще в первом интернационале было конечно отношение к диктатуре пролетариат при этом было сказано слова были значит подобраны очень и очень красочные о том что наипервейшей обязанностью партии коммунистическим и крестьянке каждому солдатам было ясно что это такое почему это и каким образом это идет на пользу общего рабочего дела и его личности далее следовали требования о том о том что каждая партия должна провести чистки отозвать с руководящих постов соответствующих деятелей опортунистически настроенных которые не признают этого дела значит провести соответствующий пересмотр составов своих парламентских фракций ну и так далее и тому подобное это касалось и печатных органов и профсоюзных организаций необходимости борьбы с желтым интернационалом амстердамским и так далее вот этот вот этот момент в истории да он ну чрезвычайно важен и тем какое влияние он оказал на последующий ход событий на всю мировую историю так и как показатель научного отношения к делу так сказать принципиального отношения к делу конечно нужно подчеркнуть вот в чем коренное отличие коммунистического интернационала от предыдущих да кроме идейной основы которая созрела находилась в становлении и вот сейчас она уже явилась так сказать продуктом на выходе отличие в том что коммунистический интернационал образовывался как единая всемирная рабочая партия пролетарская партия коммунистическая и все входящие в него единицы являлись секциями на равных правах ну понятно что на равных формальных правах хотя конечно каждая партия она значит имела определенный удельный вес соответственно ее влиянию численности заслугам там и прочих прочих дел но прежде всего вот это было так сказать отличительное такое звено это надо понимать и к этому мы с вами еще не раз будем возвращаться да значит руль коминтерна в развитии дальнейших событий переоценить трудно так сказать это и пропаганда марксизма и помощь подготовки кадров для всех стран национальным партиям или секциям коммунистического интернационала причем помощи организационные идейные финансовые прямые военные и так далее и тому подобное так небезусловная заслуга коминтерна в том что значит он предвидел фашизм дал определение фашизму знаменитая на седьмом конгрессе так называемое димитровское определение первыми вступили в бой с фашизмом в том числе формируя интербригады для схватки так сказать в Испании и прочее более того значит признанием признанием роли значения коммунистического интернационала является тот факт что Гитлер со своими ближайшими союзниками в 1935 да 35 создал антикоминтерновский пакт 37 куда вошли сначала значит Германия Италия Япония ну а затем он наращивался 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 поэтому поэтому империализм готовился к войне в широком смысле империализм имеется ввиду не только фашисты а прежде всего мировой империализм который готовил именно этих фашистов и готовил этих фашистов для того чтобы они направили свой удар прежде всего против Советского Союза значит вот этот факт он несомненен его следует изучать рассматривать значит и он еще еще раз подтверждает значение важность Коминтерна важность вот этой организации значит на тот момент для тех кто следит за и хочет изучать эти вопросы значит я обращаю внимание на сайт российско-коммунистической рабочей партии где в этом году наверное с февраля месяца ведется серия беседы о Коминтерне каждую неделю каждую неделю публикуются новые материалы статьи постепенно значит подходят к наиболее острому наиболее сложному вопросу вопросу роспуска Коминтерна значит и мы тоже с вами сейчас немного об этом переговорим меняемся мнениями я расскажу какие версии так сказать есть что можно сказать за что против но пока забегая вперед скажу так что отдельный вопрос о росписке Коминтерна но сегодня можем мы мы как коммунисты с гордостью с полным основанием нисколько не сомневаясь за ють что главной заслугой Коминтерна который никто никогда не зачеркнет является разгром фашизма победа во второй мировой войне и коммунисты прежде всего Советского Союза а также коммунисты стран сопротивления находились во главе борьбы во главе движения сопротивления так понесли наибольшие жертвы одного КПБ положила на алтарь победы более трех миллионов жизней лучших сынов и дочерей коммунистической партии комсомол 5 миллионов ну и во главе движения сопротивления в Греции в Югославии в Италии во Франции шли коммунисты поэтому а победа в войне б образование после войны социалистического лагеря и значительный период передышки для всего мира это безусловно заслуга коммунистического движения и комминтерна в большой степени теперь вот вопрос в ростовске комминтерна как я уже сказал это вопрос ну больной и болезненный и спорный и обсуждаемый и изучаемый еще да и который еще будет ну довольно длительное время являться являться таким и кое-где в определенной степени разделять даже так сказать союзников друзей и прочее прочее при этом встречаются встречаются вот такие высказывания значит о том что значит в 1903 году какого там 10 что ли июня решение о распуске комминтерна вступало в полное противоречие с принципами служащими его созданию это решение противоречило духу и буквы коммунистического манифеста принципам пролетарского интернационализма необходимости в любых условиях существования единой революционной стратегии коммунистических партий против международного империализма вот с одной стороны чувство весьма понятно да вот действительно комминтерн создавался для осуществления мировой революции все как единые действовали с другой стороны взгляд этот недостаточно раскрывая действительную ситуацию как было что было и соответствует ли действительно вот этим словам реальные замыслы и почему это было осуществлено Сталин кстати обосновывая самороскос комминтерна употреблял такие слова вот отмечал среди прочего что мы разоблачаем ложь гитлеровцев о том что Москва якобы намерена вмешиваться в жизнь других государств и всю эту политику проводят для большевизации их то есть о чем идет речь 43-й год война еще далеко не окончена второй фронт еще не открыт значит Советский Союз хотя и находится так сказать уже коренной перелом произошел и находится на подъеме но жертвы принесены огромные да огромные жертвы принесены и говорить что мы ничего не потеряли не пострадали и так далее не приходится в этом вопросе при этом заметьте как происходят международные события вот тут такие интересные факты что ли значит накануне принятого решения о распуске Коминтерна 13 апреля 43-го года Геббельс объявил что с 1 марта по 18 апреля в 40-м году в СССР были расстреляны плененные в сентябре 39-го года поляки призывая союзников СССР в совместной войне против коммунизма так в связи с этим Советский Союз принял решение разорвать отношения с профашистским правительством Польши в эмиграции из-за его последовательной пропаганды этой лжи поддались на эту удочку так сказать разного рода буржуйчики и вообще замысел Геббельса который дураком наверное не был он заключался в том чтобы вбить клин вбить клин между вот этим блоком антигитлеровским и чтобы постараться постараться направить силы буржуев на борьбу с угрозой коммунизма с угрозой всеобщей большевизации в эту сторону вполне естественно что Советский Союз и Коминтерн и Сталин который руководил процессами старались предугадать предвидеть предотвратить направить в другую сторону эти процессы поэтому для того чтобы с одной стороны предоставить больше свободы большей степени свободы коммунистическим национальным партиям которые должны сами у себя организовывать борьбу завоевывать собственные авторитеты и прочие все дела с другой стороны в какой-то степени выбить козыри из буржуазных правителей штатов Англии Франции и показать что не является целью значит победы большевизация всего мира а в первую очередь стоит вопрос сегодня антифашистской борьбы и вовлечь в эту антифашистскую борьбу еще более широкие слои и буржуазных и мелкобуржуазных и прочих прочих других сил вот принималось или было принято такое решение это ну как сказать трактовка та которую на сегодняшний день что ли РКРП придумает вынести на обсуждение которые во многом придерживаются может быть в более скрытом виде многие историки в этом деле так но есть еще один очень важный момент который я думаю необходимо подчеркнуть и который мы должны понимать как материалисты что независимо от того что формально принималось решение о самородском коминтерна все равно ведь та функция которую выполнял к тому времени Советский Союз и ВКПБ сражающая партия они обеспечивали по факту по факту обеспечивали руководство и международным коммунистическим движением и в отдельности в отдельности с каждой партией держали этот контакт и определяли общее направление движения общее направление развития вот поэтому еще раз подчеркну что конечно можно это еще еще раз момент рассматривать наверное больше можно привести аргументов но вот тем товарищам с которыми мы уже ведем спор и будем продолжать на скором времени предстоящей конференции так я бы хотел или думаю что стоит ответить еще на один аргумент раздаются мнения в разной постановке да что мол вот линия советского руководства на то что после победы после победы значит во многом исповедовалась теория мирного сосуществования да возможности даже вхождения в правительство левых сил значит она неправильная надо было гнать волну дальше надо было использовать вот этот подъем эту инерцию для того чтобы может быть осуществить революцию там и в Греции и во Франции где там еще может быть надо было добавить да желание понятное вот желание понятно но при этом надо все-таки понимать и помнить что и потери уже огромные и война много сил унесла и существовали планы планы которые сегодня уже известны и довольно хорошо наверное советскому руководству они были известны где-года о том чтобы не теряя вот этой инерции теперь всем вместе так сказать развернуть эту войну как раз против советского союза и атомная бомба уже была она уже готовилась я имею ввиду готовилась когда в 43-м и прочем а испытана к концу войны так и и вот в этой ситуации говорить что надо было и дальше гнать так сказать волну это весьма так сказать такой спорный вопрос хотя и по-человечески понятный а если бы где же тогда но это вот то что касается истории коммунистического интернационала столетия которого мы с вами отмечаем главное и 1-2 июня в Москве мы приглашаем ряд коммунистических партий зарубежный наиболее близких по точкам зрения хотя хотя расхождение серьезное существует и кое-что из того что я сейчас зачитывал это принадлежит лучшим скажем да и высказываем из лучших людей это еще раз свидетельствует о том что очень и очень все это непросто ну вот 1-2 июня в Москве эта конференция будет проходить 100 лет для Коминтерна анализ итоги опыт и главное значит какие шаги на сегодняшний день вот диктует нам опыт Коминтерна что нужно и что можно предпринять естественно значит очень часто задаются вопросы и мнение высказывается вот я сам ну раза три был на международных встречах когда кто-то очень какой-нибудь хороший товарищ и человек выходил и предлагал давайте проголосуем и учредим давайте договоримся и или по крайней мере давайте наметим что мы вот через какое-то время если бы на голосование поставили я может быть тоже просто стыдно вроде не проголосовать за хотя логика показывает что речь не о том что у кого-то нет желания что-то речь идет об условиях об условиях вот в одной аудитории я говорю вот мы даже мы с вами в Ленинграде здесь вот если так взять создать вот объявить можно но посчитаем вот в Питере КПРФ есть есть но мы ладно определили и знаем что это такое есть РКРП есть рабочая партия России есть региональная партия России есть объединенная коммунистическая партия есть ВКПБ с Ниной Александровной во главе а есть еще несколько осколков ВКПБ есть коммунисты России есть в нескольких исполнениях КПСС разного рода да ну я не считаю там левый фронт есть революционная какая-то есть и чего и как то есть вот как преодолеть как этим заняться понятно что некоторые романтики они говорят что надо всех забереть в одну комнату так сказать и пока не договорятся не в этом же дело не папу римского выбирают никак значит поэтому конечно речь идет прежде всего о идейном единстве я мы с вами когда начинали эту беседу говорили что во многом сегодняшняя ситуация вот по волне по широте по широте распространения оппортунизма она напоминает значит ситуацию перед первой мировой войной огромная волна правого уклона захлестнула коммунистическое движение еще в те времена это так сказать было когда КПСС сама вместе с Горбачевым двигалась все правее правее к рынку к плюрализму к демократизму с человеческим лицом социализма и прочим делам наиболее концентрированном виде это направление получило организационное оформление в так называемой партии евролевых которая родилась из течения еврокоммунизма сегодня эта партия оформлена оформлена и выступает подчиняясь европейским законам европейской конституции выступая как единая партия получая финансирование из бюджета европарламента и так далее и тому подобное в эту партию входят многие оппортунистические партии которые по-прежнему называют себя коммунистами это и французы это та же компартия Молдовы там немцы много всяких деятелей разных эти партии не просто отрицают диктатуру пролетариата они в таких красивых цивилизованных словах пишут что сегодня неправильно ставить вопрос о неспровержении капитализма это все приведет к новым бедствиям потрясениям и прочее надо направить все свои силы усилия для того чтобы улучшить исправить сделать приемлемым направить надо сказать постепенно эволюционный путь развития и прочее а если ну так некоторые посмотреть заявления которые относятся к истории и раскрывают их сущность то именно им принадлежит такая теорика о том что мол сталинский тоталитаризм и гитлеровский фашизм в этом почти одно и то же и одинаково они виноваты в войне и ну вот подлецы так сказать которые значит защищают жертвы якобы сталинского режима хотя самой главной жертвой сталинского режима в их терминологии является германский фашизм во главе с самим Адольфом ну и их приспешники и прочее прочее так вот значит исходя из того что вот эта волна оппортунизма существует и она в левом движении в том числе в том движении которое значит находится в поле нашего зрения и нашего внимания и даже нашего влияния да вот встает вопрос что здесь можно предложить и как действовать и сделать значит мы уже как-то с вами маленький обзор давали я просто напомню какие на сегодняшний день есть ну известные формы международной международной взаимодействия международной там консолидации различных левых сил партий и прочих дел значит наиболее известная наиболее известная значит единица это встречи солидные это те встречи которые начались по инициативе Компартии Греции в 1998 году которая продолжается по сей день прошла какая последняя последняя была 20-я встреча в Греции в этом году предстоит 21-я но на этой встрече те кто считается по названию коммунистическим рабочим и социалистическим думают что они все соответствуют сути своему названию и соответственно сути которые закладываются направлением дела за освобождение рабочего класса наивны я приводил такой пример что однажды значит когда пытались выработать общий документ вот такой встречи это дело было в Южной Африке то в красивых словах заложенных в информационное сообщение присутствовало например такое предложение что мы должны компартии всеми силами бороться против оппортунистов которые выступают против классовой борьбы ну и далее там по тексту немножко неправильно оппортунисты они против классовой борьбы не выступают вообще классовую борьбу даже буржуазии буржуазные демократы признают оппортунисты выступают против диктатуры пролетариата поэтому если нам придерживаться строго научной точки зрения надо это отмечать на что греческие товарищи сказали Клуар Виктор Аркадьевич вы конечно правы но если мы с вами сейчас поставим этот вопрос на голосование то скорее нас с вами исключат от этой общности но это не правильно это действительно так потому что ну обычно хозяева ведут ведут встречу поэтому когда комментировали мое предложение хороший парень Крис там такой южноафриканец сказал что ну это предложение нами не может быть принято потому что это предложение это сложный теоретический такой вопрос и он внесет в наши ряды ну те потрясения которые нам совсем сейчас не нужны давайте мы этот вопрос пока не трогаем обойдем двинемся дальше это я к тому что здесь присутствует и КПРФ наша на встрече к Солиднет и французы с молдаванами которые входят в евролевые и те же французы которые отказались от серпа и молота как устаревшие символы в своей программе и те же итальянцы которые сексуальные меньшинства защищают больше чем рабочее дело ну и так далее все эти дела поэтому встречи Солиднет нами сейчас рассматривается как площадка вот площадка где мы встречаемся где идет эта борьба где можно высказывать свое мнение где можно критиковать где можно объяснить направить и так далее значит как я уже сказал сразу резко пробовать что-то объявить о том что мы сегодня давайте расколем или куда-то уйдем вряд ли правильно поэтому уже определенное время наверное в течение лет десяти вместе с рядом партии наиболее левых с компартией Греции с компартией Сирии рабочей партией Венгрии с компартией Турции очень хорошие товарищи так проводится линия на то чтобы консолидировать силы коммунистического полиса так скажем то есть в этой общности пробовать создать значит более левое более коммунистическое более ортодоксальное направление которое бы продействовало теми или иными методами вот из тех форм которые уже есть это издание международного журнала коммунистический обзор 13 партий учредили значит образование европейской коммунистической инициативы ветеранам это что-то напоминает и образована она в нее сейчас входит дай бог память 39 по моим партии образована именно как противовес евролевым так и в этом плане действует это проведение совместных встреч конференций в одной из них мы или многие здесь присутствующих участвовали в 17-м году в Ленинграде мы проводили конференцию посвященную столетию октября и 40 партий подписали декларацию октябрь 100 в которой мы основные уроки и октября и поражение социализма в СССР временного как мы считаем основные наши ошибки изложили это мы считаем наш вклад потому что мы делимся этим опытом с международным движением этому же делу будет служить вот так конференция столетия Коминтерна которые будем проводить в скором времени здесь чего мы сумеем достичь или чего мы сумеем делать ну некоторые я еще раз повторюсь вот например наши белорусские товарищи очень а давайте поставим все одно вопрос кто согласится тот согласится Коминтерн создавая ну ты постой но мы с тобой создали что мы делать и как и потом мы ну как бы организационно и формально сегодня вот в КПСШ вместе состоим белорусы мы значит казахи киргизы есть и прочее где общая работа общая позиция не очень получается потому что сил мало да влияния мало потому что одна из первейших задач самим сильнее встать влияние со своим классом с рабочим направить влияние или работу самих этих партий в сторону рабочего движения рабочего класса поэтому вот пока обмениваясь письмами и готовясь к этой конференции значит речь идет о том чтобы извлекая уроки Коминтерна между собой договориться а значит какую выбрать форму чтобы добиться большего идейного единства единства позиций это раз и второе чтобы хотя бы на первых этапах как вот это идейное единство общее понимание позиций использовать для того чтобы вести борьбу вот с той волной оппортунизма с правым уклоном который сейчас захлестывает общее левое движение при этом мы исходим из того что вот этот оппортунизм и ревизионизм сегодняшний это не просто естественные уклоны которые ну бывают и случаются это управляемый процесс управляемое оружие современного империализма потому что подпитываются поддерживаются направляются эти деятели соответствующим образом для того чтобы уводить в сторону заводить в тупик наводить тень на плетень путать мозги ну и так далее и тому подобное поэтому прежде всего ну вот итогом этой конференции на сегодняшний день как мы думаем может быть обмен мнениями и какая-то договоренность о небольших небольших совсем шагах в сторону большего единственного единства и какой-то координации организационной координации действий взаимной солидарности и прочее кроме этого как вы знаете наверное существует еще несколько образований которые носят левая революционные и прочие названия к ним относятся так называемый социнтерн который объявился преемником второго инновационала с 51 года который по существу является крупной таким крупным центром партий значит не только европейских но и мировых наиболее знаменитая известная социал-демократическая партия Германии значит из наших знакомых туда входят значит в этот социнтерн справедливая Россия и не помню ассоциированным членом родины или как но на учредительном съезде родины значит представители социнтерна были самые желанные самые почетные и прочие гости но я там тоже был поскольку депутатом был приглашен посмотреть плюс к этому имеется образование левых которые расшифровываются симптом пока его не будут и корф где работают наши с вами знакомые в том числе марксистско-ленинская партия Германии которые были у нас на столетие здесь которые участвовали с нами в демонстрации и так далее это скорее всего такой большой набор левых леваков левоватых во многом ну с каким-то прошлым маоистским хаджаистским и прочим уклоном где-то может быть маленько асттистым которые я бы так сказал что находятся в стадии не становления а стадии стадии определения что же они такое из себя представляют и что делать дальше в определенной степени они находятся в теоретическом теоретическом переписки с нами ведут спор по целому ряду вопросов империализма оценки сегодняшнего положения и прочее ну а у оппортунистов как я уже сказал свой центр есть и он известен и он расширяется заметив что нет и газета правда публикует то материалы то интервью какого-то деятеля из европейских левых из народного фронта там франции из левого фронта франции и прочее прочее так поэтому постепенно они так сказать смыкаются и с нашими оппортунистами ну для нас это неожиданностью не является ну например в Казахстане лишили регистрацию ту партию которая компартия Казахстана которая как бы оставалась традиционной и срочно создавали новую компартию народов Казахстана которая в своих программных положениях полностью поддерживал курс Назарбаева которая с этим участвовала на выборах наверное и сейчас поддерживает его как национального лидера и которую тот же Геннадий Андреевич очень хочет помирить той которая запрещена и вместе ввести в состав СКП КПС ну это как пример так сказать развития оппортунистов у меня много недостатков но есть один плюс я всегда выполняю распоряжение начальства тем более ректора поэтому на всем значит ну и экскурс в истории и доклад о том что на сегодняшний день имеем я закончил готов приступить к ответу второй третий третий снимаю а второй да кому прислуживает четвертый севдокоминтерн Троцкого ну кому да господа троскисты являются мелкобуржуазным уклоном поэтому поэтому по большому счету они конечно не столько прислуживают сколько они борются с коммунистами вот вот их главная такая задача цели прочее прочее но это не значит что за их плечами совсем не бывает полезных дел знаете несколько неделю назад наверное умер биец руководителя рабочей партии революционной рабочей партии значит большой путаник хотя он всю жизнь посвятил которую мы наблюдали этой борьбе так и он на одном из наших съездов рабочих мы вместе были в Москве настаивал из резолюции надо вычеркнуть вот эту фразу что приложить все усилия для развития профсоюзной экономической борьбы на каждом предприятии мы уводим людей в сторону мы отвлекаем а почему а что надо а надо сюда вписать курс на быстрейшую подготовку революции так и скорейшую но когда зимой 2005 года были забастовочные явления на предприятии Донстрой это крупнейшая строительная фирма в Москве значит и когда в 5 часов утра я туда приезжал будущий депутатам для того чтобы участвовать ну депутатам хорошо машину вызвал теплую так сказать приехал а темно 30 в мороз а биец с Галиной Дмитриевым уже там уже с рабочими их знает уже поэтому и они устраивались работать на этот Донстрой и внутри изнутри готовили там это самое сопротивление и с рабочим классом общались и прочее поэтому я к тому что совсем говорить что с какими-то транскистскими группами нельзя взаимодействовать или скажем нельзя использовать или направить их энергию на пользу общему делу это так сказать неправильно где-то чего-то и можно тем более что Владимир Ильич к революции шел используя и способности и энергию Троцкого и так далее так вопросов нет спасибо выступающий у нас товарищ Денисов пожалуйста товарищи ну мое выступление сегодня коротенькое будет значит ну мы все прекрасно понимаем что у коммунистического интернационала есть не только его друзья защитники те кто готов участвовать в работе комминтерна когда он будет восстановлен но есть и понятное дело классовые враги комминтерна и вот об этих классовых врагах я все-таки кое-что скажу совершенно правильно Виктор Аркадьевич отметил что оппортунисты всех мастей это прежде всего классовые враги и коммунизма и комминтерна но не только оппортунисты и социал-демократы самый простейший пример это полубуржуазная КПРФ которой верховодит господин Зюганов кстати как оказалось долларовый миллионер первый враг после для комминтерна это господин Зюганов после Путина Медведева и всех ядросов почему потому что прислужник буржуазии выразитель то есть он Зюганов почему враг комминтерна потому что он вредит рабочему движению и делает все возможное чтобы рабочие не участвовали в борьбе в революционной борьбе за свои права он хочет ограничить рабочее движение упованием на лжевыборный фарс лжевыборное шулерство вот на прошлой лекции Иван Михайлович сказал что дескать политическая борьба это участие в выборах но я все-таки в этом вопросе с Иваном Михайловичем не соглашусь почему потому что участие в лжевыборном шулерстве по законам буржуазии это не политическая борьба это вольное или невольное участие в оппортунизме но тем не менее надо все-таки различать когда можно использовать какие-то возможности этих лжевыборов для агитации но вернемся к врагам коминтерна совершенно правильно в ноябре 97 года на Ленинградской международной конференции которая проходила в актовом зале Смольного сказал Люда Мартенс антикоммунизм начинается с антисталинизма великий Сталин был одним из вождей и руководителей коминтерна и всяк тот кто клевещет на великого Сталина всяк тот есть пособник буржуазии и злейший враг коминтерна ну а кто в эту категорию попадает монархисты черносотинцы церковники да церковь враг притом враг классовый националисты всех мастей антисоветчики часть анархистов часть троцкистов так вот товарищи мы должны понимать что рано или поздно в процессе именно революционной политической борьбы за торжество грядущей пролетарской революции рано или поздно но мы сделаем все возможное чтобы создались такие условия когда коммунистический интернационал Ленина и Сталина все таки будет восстановлен и классовых врагов мы будем бить может не мы а может наши потомки но врага мы будем бить и коминтерн будет восстановлен и будет новая революция Виктору Аркадьевичу огромная благодарность за весьма интересную познавательную лекцию благодарю за внимание избирательную Иван Михайлович что для коммуниста Местояра сложнейшая задача которая раньше не перед Кремен Местояра это построить общество свободное от эксплуатации задача это очень сложная с точки зрения теории в первую очередь и поэтому как Виктор Аркадьевич спасибо ему за лекцию очень интересную он вот обрисовав как первый интернационал вообще марок существовав но все таки это была необходимая такая первая итерация второй интернационал он уже копнул глубже на чем он шею себе схомах на вот опять же то что эсказирно 180 градусов мою позицию товарищ Денисов на тех же самых выборах да то есть тогда в 89 году чуть позже никто не мог подумать что вот выборы буржуазная демократия это что-то проходит потому что для многих стран европейских к той же России буржуазная демократия участие в выборах было архиактуально но и это недостижимо было это было как некий идеал к чему надо стремиться ну не идеал но вот некая цель к чему надо стремиться большевики же они выступали до февраля 17 года во многом под розумками буржуазно-демократическими и ставили с целью низвержения самодержавия и установления свобод свободы слова свободы печати и так далее характерных для буржуазной демократии а в развитых странах там вот было это развито ну и надо понимать что у людей которые избраны куда-то там у них неминуемо появляются интересы отличные от интересов рабочих и массовое предательство парламентских фракций ну партии а руководство партии сидело в парламентах поэтому парламентская фракция руководство партии это одно и то же можно сказать массовое предательство второго интернационала объясняется не тем что туда гады набежали и надо сказать что Марс в своем предусловии капиталу он там предупреждает что я буду тут писать вещи всякие страшные но это не от того что вот капиталисты какие-то генетические гады а просто вот у них они в обществе занимают такое-то место играют такую-то роль объективно вне зависимости от того хороший человек плохой но бы хороший человек стать капиталистом станет плохим это все плывет это все и единицы как Эмбис фабрикант как Савва Морозов как Николай Шмидт они вот здесь возвышаются очень сильно над основной массой так что поэтому это закономерен был итог второго интернационала и вот третий интернационал вот я хотел Виктору Аркадьевичу задать вопрос какие победы у третьего интернационала Виктор Аркадьевич почувствовал и очень хорошо ответил что главная победа третьего интернационала это конечно победа над фашизмом хотя главная роль здесь принадлежит все таки при всех заслугах коммунистического движения международного советскому государству и Сталину как его строительству и советскому советскому народу которые заводы и теряя здоровье теряя жизни производил технику и воевал и больше всех жизней потерял конечно здесь вкратно сопоставим с зарубежными коммунистами при всем уважении к ним ну вот это так сказать и вкрат теоретически кстати действительно второй интернациональный комминтерн он дал определение фашизма короче комминтерн создал условия для предпосылки для разгрома фашизма и теоретические и практические в этом его короссальная заслуга но вот что касается теории здесь вот надо сказать комминтерн дальше Ленина не пошел и тут вот ряд вопросов возникает допустим из советской практики во многом ушло уже перед войной диктатура пролетариата не очень повторялась было в моде выражение государства рабочих и крестьян мы справедливо нападаем на то что Хрущев там вел общенародное государство убрал государство диктатуру пролетариата но можно сказать что государство рабочих и крестьян учитывая то что народ это рабочие и крестьяне как говорил Ленин скажем хождение народ в народ было кого не дворян же было разночинцев то есть отдельно были интеллигенты отдельно народ еще и тогда Да, и после народ рабочий и крестьяне, рабоче-крестьянское государство, это такое благожирательное вроде словосочетание, но оно вот перекликается с общенародным государством. Вообще, конечно, никакого государства рабочих и крестьян у нас не было, у нас было государство диктатура пролетариата. Но вот эта диктатура пролетариата, она как-то так потихонечку уходила на задний план, ну и само собой надо понимать, что всякая сущность имеет, все имеет сущность, имеет форму. Диктатура пролетариата это сущность государства рабочего класса, а советы это его организационная форма. Разбей этот стакан, да, и все, так сказать, выведется. Вот стакан был разбит в 1936 году с отказом от выборов по заводам и фабрикам. Не сразу все вылилось, но со временем промокло и потекло, и очень сильно. Вот это вот, надо эти вещи понимать, и надо понимать, что здесь роль теории коросальна. Мне вот это, то, что Виктор Аркадьевич тут сказал по какому-то африканскому товарищу, который, так сказать, это как бы так немножечко сказал, что вот это сложно, это не надо разбираться. Дело в том, что я вот сейчас, в общем-то, являюсь свидетелем деградации высшей школы, деградации науки, в том числе, оборонной во многом. И этот вот принцип, когда ставятся руководители на уровне Плинтуса, и, соответственно, и все остальное закатывают под уровень ниже Плинтуса, а что не закатывается, то они устраняют, это очень болезненно. И видно, так сказать, это прошло и в коммунистических кругах, что совершенно недопустимо, ибо без теории, как совершенно верно писал Сталин, нам смерть, смерть, смерть. А теория, вот я хочу прямо сказать, что вот отношение к Гегелю негативное, оно с теорией марксизма несовместимо. Это вот, ну это факт, вот, хотите спорьте, хотите нет. Это факт. Значит, ну и два слова вот еще буквально хочу сказать. Как говорится, о покойниках говорить плохо нельзя, я не буду прообидеться говорить плохо, потому что это, опять же, не его личная вина, он, так сказать, определенную роль играет. Но вот о революции впервые я прочитал, из его уст взяв, в 89-м или в 90-м, не помню в каком году, газету «Коммунар» у Казахского собора. А это из, ой, не «Коммунар», призрак коммунизма, вот, вот, а весь тогда был в Демсоюзе вместе с Новодворским, но там левое крыло какое-то возглавлят, потом и Союз Коммунаров возглавлят. И я помню, так сказать, там пишется, большая статья его была, там пишется, что надо вооруженным путем свергать этот режим 89-90-й где-то год. То есть, ну, понятно, какой революционер. Ну, в забастовках троцкисты участвуют, но надо сказать, что забастовки, организованные троцкистами, они носят характер такой очень революционный, очень бурный, но качаются они, как правило, тем, что там героические жертвы, много шума в прессе, а побед вот за троцкистами, я не знаю. Тут один товарищ мне в дискуссии привел упрек, что я вот сейчас вспоминаю забастовку докеров, которая почти полтора десятка лет тому назад была. Но по итогам этой забастовки были заключены кордоговора, которые перезаключаются до сих пор. Вот нынешний кордоговор, который был заключен в этом году на первом катерином терминале, он практически до сих пор итог этой забастовки. Вот на очень большом подъеме была проведена эта забастовка, коросальное воодушевление масс быра, и закончилась она блестящей победой, и все газеты города об этом писали. Это коросальный быр, ну, прорыв, можно сказать, в деле борьбы рабочего класса. И вот это вот соединение с рабочим классом, и последнее, значит, будет теория, будет и единство. На другой основе единства не достичь. Все ученые едины в оценке законов Архимеда, теоремы Пифагора, там и так далее. Точно так же, если держаться правильной теорией, будет и единство и у коммунистов. А такое, что вот я сказал, делайте все, как я сказал, на такой основе единства не достичь. Так что еще раз спасибо, Виктор Аркадьевич, за очень познавательную лекцию. Спасибо. Выступающие закончились? Заключительное слово, Виктор Аркадьевич. Значит, я думаю, что надо сразу, это самое, заверить Ивану Михайловичу, что Гегеля уважаю, обязуюсь, признаю свои недоработки там и прочее, прочее. Поэтому, значит, как говорил мой дед, диалектика – самая умная наука. Поэтому, с точки зрения диалектики, справедливо было бы мне сказать, что я еще один фактор не упомянул, который очень важен на сегодняшний день в рассматриваемом вопросе. Я имею в виду роль премьера Китая, Компартии Китая, так называемая теория рыночного социализма и прочее, прочее. Это сильнейший, влияющий на сегодняшний день фактор. Возьмите наших друзей из КПРФ. Они же там, можно сказать, на этой основе рехнулись. Значит, темпы роста, цифры, понимаешь, там приводят, еще что. Ну, дальше что? Владимир Ильич сто лет назад говорил, что это и трест могут дать при капитализме. Смотреть-то надо на тенденцию, куда дальше идет, на отношения между людьми в этом деле. Вот, так сказать, в чем вопрос. Или другой отголосок тоже этого же направления, и тоже у наших товарищей КПРФ. Ведь посмотрите, с каким они энтузиазмом, да, я бы даже сказал, с некоторой истерией, пробуют гнуть в сторону так называемых народных предприятий. И даже до слез на глазах, когда тебя берут за грудь, да как же ты против народных предприятий? Ты же посмотри. А к этому еще присовокупят название какое-нибудь совхоз имени Ленина. А ты против? Ты против совхоза имени Ленина? Кстати, надо, наверное, отдельное занятие нам провести, вот по так называемым народным предприятиям, да, причем показать, ну, как бы разницу народных предприятий при капитализме, то, что они сегодня называются, народных предприятий при социализме, которые в колхозы, кооперативы и там другие, артели, ну, и другие вещи по этим делам. И все это дело в конечном итоге все равно начинается, ну, как бы сказать, ну, с желания, с первозерна. Если люди признают определяющую прогрессивную роль рабочего класса, да, их несет в одну сторону, если нет, то в другую. Посмотрите, вот, сейчас был небольшой эпизод после смерти Алферова, Жорец Ивановича, да, как КПРФники искали кандидатуру, замещающую мандат. Ну, во-первых, я хотел сказать, что вот Алферов, я с ним 4 года имел возможность общаться, когда был депутатом, он не был членом КПРФ, не был, да, но он был большим марксистом, чем это все руководство вместе взятое. Прежде всего потому, что он придерживался научного мировоззрения, он понимал, что объективные, объективные вещи определяют, значит, развитие закона и прочее, прочее. Так вот, и после того, как ушел материалист, они какого-то буржуя, так сказать, ну, наверное, среднего пошива пробуют сюда обсучить для того, чтобы как... Я уже не говорю по предысторию, счета в зарубежных банках, фирмы где-то в Белизе, где-то и какие-то темные сделки с землей, еще чего-то, но партия. Зюганов говорит, позорище, позорище то, что Центральная избирательная комиссия им отказала и не утвердила мандат, а недели раньше этого же Грудинина вывели и забрали депутатский мандат из Совета города Видное в Москве. Причем среди голосовавших за то, чтобы этот мандат отобрать, чли три члена КПРФ. Три члена КПРФ за то, что отобрать у него мандат. То есть их голосами решали. А до этого Иванюшин, по-моему, фамилия, тот кандидат по списку КПРФ, который шел перед Грудининым на этих выборах в Дунскую, он ведь, оказывается, подал в суд в Москве и выиграл этот суд. То есть не ЦИК отказал, а суд решил, который спрашивает господа из КПРФ, вам кто их подсунул? Вы их подбирали или мы враги там вам и туда? И при всем при этом, тот факт, что ни одного рабочего в составе депутатов, уже который созыв нет, нет и не предвидится. Миллиардеры есть, миллионеров куча, бизнесмены сидят, профессоров там ищут, родственников, знакомых, и уже внук Зюганова руководит фракцией в Московской Думе, а ни одного рабочего, тех людей, как Ленин писал, которые никакими нитями, никаких связей не имеют и другого способа, кроме как в пути лица зарабатывать свой хлеб, значит, себе. Вот этих рабочих нет и не видно. А только на этих рабочих, в смысле совести и надежды, мы можем положиться, это Владимир Ильич писал. Поэтому вот в этом деле позорище. И, соответственно, один из общих моментов, который говорит о том, что те, кто этим занимаются, вот те партии, которые занимаются рабочим классом, которые занимаются его организацией, даже несмотря на то, что мы сегодня можем иметь какие-то расхождения, оппонирования друг другу и так далее, но с ними можно договариваться и нужно пробовать сближать позиции, двигаться. Это я в том числе говорю по отношению к рабочей партии России, с которой мы во многом имеем общую программу «История кусок общей и прочие дела». А по вопросу коминтерное объединение, все-таки одна из главных задач – становиться сильнее у себя. Это в плане коминтерна будущего, да, потому что просто объединиться и сказать, что мы коминтерны, ну, людей смешите, что еще. Поэтому много есть недостатков у ОРК РП, но пока примеры объединения в России всего пара штук. Первый раз с РПК объединились в 2001 году, так, и второй раз с организациями КПСС, значит, вот в 2014. Сейчас, в апреле у нас предстоит съезд, идет вопрос про обводки, или, как бы сказать, на уровне пока переговоров с товарищами из ОКП. Это тот осколок КПРФ, который образовался тут пару лет назад. На словах высказываем мы, на словах высказались они, на деле приступили к сверке программ, они согласились принять за основу программу ОРК РП и дальше. Чем это закончится, пока трудно сказать, что ли, где-то. Ну, значит, усилия к этому надо, во-первых, прикладывать, во-вторых, все равно главнее и впереди этого идет объединение в действиях, в работе, в практических мероприятиях. А для этого существуют разные формы, в том числе форма Российского объединенного трудового фронта, который мы, в общем-то, вместе создавали. И с оглядкой на опыт рабочих фронтов, тех, которые были, даже с самим названием «Ротфронт». Поэтому я еще раз рекомендую тем товарищам, которые сегодня имеют несколько критическое отношение к этой форме, что ли, все-таки посмотреть и подумать. Потому что вытесняют нас с этой так называемой публичной, легитимной политической поляны, чтобы не было, чтобы там один Зюс со своими внуками и прочими деятелями отличался. Поэтому надо не дать себя вытеснить, надо упереться, это общая задача. Ну, а пока, значит, спасибо за внимание. 22 апреля митинг, да? Памятник Оленина во сколько? 18 часов. Так, значит, поскольку в этом году конференции не проводим, то есть возможность там выступить и объединиться. Всем всего доброго. Спасибо. Спасибо вам. Итак, встречаемся через неделю. Тема занятия «О соотношении экономической и политической борьбы рабочего класса». Ведет занятие секретарь Ленинградского комитета РКРП Росконца Степан Сергеевич Нанисов. До свидания. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...